К нам присоединяется Владислав Селезнев, военный обозреватель и бывший спикер Вооруженных Сил Украины. Здравствуйте. 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 Приветствую. Слава Украине. Героям слава. Хотелось бы начать с трагической информации, продолжить, точнее, обсуждать это, то, что случилось 8 июля. Это обстрел детской больницы Ахмадед, обстрел других больниц, обстрел мирных жителей, мирных домов. И вот появилась новость, что российский летчик сдал своих коллег ГУР после удара по Ахмадету, по детской больнице. Один из военных, 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, это в Энгельсе она базируется, передал главному управлению разведки Украины почти все документы, которые касаются деятельности этой части. И среди массива информации есть документы из личных дел старшего офицерского состава, персональные данные военнослужащих и членов их семей. Центр сопротивления об этом сообщает. Как вы думаете, что сподвигло его на такое действие? Ну, я думаю, ужас от того, что российская ракета, которая была запущена с самолета, которая управляет российскими же летчиками, военными летчиками, белой кастой, белой костью российской армии, фактически убила мирных жителей, женщин, стариков, детей, беременных женщин, медицинский персонал, собственно говоря, совершен ужасающий акт, акт военного преступления с рукодавности, по которому не существует в природе вообще. Это пожизненно. Поэтому, соответственно, неприятие этих процессов некоторой частью российских военных, в том числе офицеров, оно очевидно. То, что этот неназванный пока офицер именно таким образом пытается противодействовать, путинскому режиму, безусловно, заслуживает на уважение и поддержку, равно как и на уважение и поддержку заслуживают действия российских повстанцев, представителей РДК, Легиона Соботы России и Сибирского батальона, ведь именно они с оружием в руках оказывают сопротивление путинскому режиму. Тем самым демонстрирует, в принципе, всем жителям Российской Федерации, что вооруженность сопротивления путинскому режиму вполне реально, и оно весьма и весьма эффективно. Ряд информационно-силовых акций, которые организовали обозначенные мной военнослужащие, собственно говоря, не раз демонстрировали и хрупкость, и шаткость путинского режима, и то, что путинских полицеантов нужно и важно бить и уничтожать. И мне кажется, что именно в этом контексте деятельность неназванного пока офицера, то есть того самого подразделения, которое сделал публичными личные данные военнослужащих, которые в том числе принимали участие в этих ужасающих преступлениях, это, собственно говоря, еще один кирпичик, направленный на то, чтобы формировать стену непонимания перед путинским режимом и формировать плацдарм для дальнейшего ликвидации и уничтожения. Да, действительно, хотелось бы, чтобы как можно больше таких людей в России становилось, которые приходят к осведомлению, что на самом деле происходит. Давайте перейдем к следующим новостям. Министр обороны Украины Рустам Умеров дал интервью каналу Fox News, когда находился в Вашингтоне, и вот он сказал, цитирую, что мы способны и можем победить, у нас есть план, и мы заявляем, что нам нужно больше оружия. Как оценивать эти слова? То есть то, что приходит от США сейчас в рамках поддержки и снаряды по чешской инициативе, этого все равно мало? Сколько нужно еще для хотя бы паритета на фронте? Коллеги, я думаю, тут нам следует вспомнить одно из крайних заявлений президента Владимира Зеленского, которое говорит о том, что у нас де-факто сейчас сформировано 14 новых бригад. Есть личный состав, подготовленный, обученный, экипированный, но у нас нет достаточного количества вооружения и техники для этих самых бригад. Они крайне важны для фронта, в том числе для того, чтобы проводить ротации тех наших подразделений, которые в течение долгого времени находятся на боевых позициях. Ситуация в определенной степени парадоксальна. С одной стороны, наши западные партнеры постоянно декларируют свою готовность сопровождать действия украинской армии и всячески нас поддерживать, а с другой стороны, мы видим, насколько замедлены поставки вооружения и техники от наших западных партнеров. Упомянуты вами, министр обороны Умеров в одном из своих интервью заявлял о том, что по некоторым позициям мы получаем лишь 50% военного имущества от того, что нам обещают западные партнеры. Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью утверждал, что некоторые кейсы в части поставок вооружения и техники занимают только на переговорном треке до 12 месяцев. В нынешних условиях, когда идет самое масштабное современное окончание Второй мировой войны, война на европейском континенте, такое взаимопромедление, оно смерти подобно. Именно поэтому фактор оружия, боеприпасов к этому оружию, бронетехники и нового оборудования остается крайне важным. Именно поэтому все наши должностные лица всякий раз коммуницировали, как с западной медиа, так и со своими западными визави, всякий раз напоминает о том, что оружие, техника, боеприпасы являются важным фактором, который влияет в целом на ситуацию на поле боя. Такую еще новость хотели с вами обсудить. НАТО создаст логистические хабы в восточноевропейских странах Альянса для ускорения поставок оружия Киеву. Вот об этом накануне заявил Йенс Столтенберг. Я вот хотела уточнить, разве таких хабов раньше не было, да? В чем тут нововведение или плюс к тем, что есть просто какие-то новые появятся? Я думаю, что этот кейс нам нужно рассматривать именно в контексте взаимного сотрудничества между Украиной как государством и Североатлантическим Альянсом, как союзом стран, в состав которого входит 32 страны мира. Безусловно, мы помним о том, что НАТО очень забюрократизированная структура, где многие решения находят консолидированную позицию в течение очень долгого периода времени. И концентрация ряда видов деятельности на этих самых хабах, логистических хабах, она призвана в определенной степени интенсифицировать процессы, как принятия решений по поставкам того или иного типа вооружения, так и, соответственно, непосредственная реализация этих программ. Безусловно, мы должны с вами четко понимать, что по итогам 75-го юбилейного саммита было принято ряд очень важных проблем, которые повышают уровень интенсивности коммуникации, соответственно, принятия решений. А это значит, что объемы и темпы поставок вооружения и техники для нашей страны, я надеюсь, возрастут. Ведь в любом случае, мы должны с вами четко понимать, именно ресурсы являются ключевым фактором, который влияет на ситуацию на поле боя. Ну, давайте вернемся к защите Украины. Результативной была встреча, довольно результативной, Владимира Зеленского с руководством Польши подписали договор о безопасности. И вот, что интересно, в нем есть такой пункт о том, что Польша вроде бы согласна сбивать российские воздушные цели, которые будут атаковать западную часть Украины вдоль границы с Польшей. Ну, то есть, когда они будут понимать, что ракеты летят к ним. Как думаете, как скоро возможно реализация этих договоренностей, в частности, этого пункта, и сколько километров вглубь Польша сможет охранять? Но вот при том, что польские чиновники, некоторые заявляют, что для этого нужно разрешение НАТО. О том-то и дело, что дьявол кроется в деталях. Во-первых, в соглашении, подписанном правительством Украины и Польши, четко определено о начале консультации в части выработки механизма. Сколь долго будет проистекать этот процесс, одного богу только известно. И тут совершенно четко артикулируют свою позицию наши польские партнеры, которые не берут на себя ответственность, а делегируют эту ответственность к коллективному блоку НАТО, где необходимо согласие всех 32 стран и ее участниц. С учетом достаточно контроверсийной позиции правительства Венгрии и Словакии, как скоро мы сможем получить «да» именно от этих стран, в части реализации, в том числе и этой компоненты, одному лишь богу известно. Поэтому я имею достаточно серьезный скепсис в части реализации этой программы. С одной стороны, задумка хорошая. Таким образом, уповая и рассчитывая на помощь наших польских партнеров, мы можем высвободить часть наших средств против воздушной обороны, чтобы их использовать на иных территориях нашей страны. На востоке, на юге, на северо-востоке везде найдется боевая работа и применение нашим силам и средствам ПВО, которые в настоящее время задействованы на западе нашей страны. Но когда будет разрешен этот вопрос, я думаю, что это даже не среднесрочная перспектива. С учетом того, что ситуация остается крайне сложной в плане принятия соответствующих решений. Ну и в принципе, декларация, это всегда история хорошая, но я все-таки являюсь сторонником истории, когда вместо декларации следуют практические действия, направленные на увеличение объема поставок вооружения и техники, на обеспечение тех или иных процессов, связанных с усилением боевых возможностей украинской армии, на то, чтобы Путин чувствовал, что поддержка Украины не только на словах осуществляется, но и целиком и в рамках определенных этапов военно-технического сотрудничества. Когда идут плановые и бесперебойные поставки вооружения и техники, когда идут поставки боеприпасов, которые крайне важны на поле боя, когда мы получаем соответствующее разрешение на применение образцов западного оружия по территории Российской Федерации, не как сейчас на 100 километров, что в определенной степени ограничивает наши возможности, а на полный радиус их боевого применения. К примеру, ракета «Атаканс» способна работать на расстоянии до 300 километров. На территории Европейской части Российской Федерации находится немало объектов, в том числе военные аэродромы, где диссоцируются российские самолеты-носители кабов, по которым бы следовало давно отправить «Атаканс» с кассетной боевой части, чтобы гарантированно уничтожить эти самые самолеты. Ракеты «Атаканс» мы имеем, а разрешения их на применение на такие расстояния, к сожалению, нет. Знаете, если бы эти самолеты были уничтожены, возможно, россияне меньше атаковали бы и свои населенные пункты. Еще четыре авиабомбы уронили российские военные на Белгородскую область. И вот по данным мониторинговых каналов, очередную упавшую авиабомбу нашли возле Шебекина. На следующий день полутонны ФАБ обнаружили недалеко от хутора Покровский. 8 июля с российских самолетов внештатно сошли еще два ФАБа в районе села Крутой Луг и Хатмышск. И таким образом, как минимум 125 авиабомб российские самолеты уронили на свои и оккупированные территории Украины, начиная с весны этого года. Скажите, а почему так часто это происходит? Буквально на днях имею возможность общаться со своими знакомыми, которые проживали на территории Белгородской области Шебекинского района. Я задал вопросом, ну и как там у вас дела? И они сказали буквально следующее. У нас тут ад. Ад связан не только с тем, что территорию юга Белгородской области активно используют российские военные для передислокации своих сил и средств, для ведения артиллерийского огня, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, не только лишь потому, что украинские артиллеристы в рамках контр-батарейной борьбы и артиллерийских дуэлей уничтожают некоторые пусковые установки противника, но и в том числе потому, что российские КАБы прилетают на голову мирных жителей Белгородской области. И, безусловно, такая ситуация добавляет стрессов и, собственно говоря, панических настроений для жителей юга Белгородской области. Почему так происходит? Потому что Россия спешит максимально увеличить свое огневое давление на украинские силы обороны. Пользуясь тем самым окном возможностям, пока украинская армия все еще накапливает соответствующие ресурсы, этот провал случился, потому как мы практически 6 месяцев ожидали соответствующего решения на уровне правительства Соединенных Штатов Америки в плане поставок вооружения техники на сумму транше 61 миллиард долларов. И вот Россия не спешит. Поэтому часто используют технику, которая не является полностью боеготовой. Иногда используют боеприпасы, которые следовало бы пропустить через определенные регламентные работы и привести в порядок. Но времени нет, россияне спешат. Поэтому часто случается сбой того самого вооружения, в том числе управляемых авиационных бомб, и они вместо того, чтобы следовать по заданному им маршруту, падают на головы мирных жителей Белгородской области. И это будет и дальше продолжаться. Темп поведения огня, в том числе использования управляемых авиационных бомб, а россияне используют ежесуточно порядка сотни, свидетельствуют о том, что россияне спешат. А значит, кидают в пекло войны все имеющиеся у них ресурсы, независимые от их физического состояния и уровня готовности к боевому применению. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши комментарии и пояснения. И всегда рады видеть вас в эфире Freedom. И я напомню, что Владислав Селезнёб, военный обозреватель, был в нашем эфире. Благодарю. На добро.